Ну вот, нюк от Астралис прямо сейчас на ваших экранах и тут полетели первые раунды, включаются Астралис. Судя по всему, это будет выход под сайт B. На данный момент там находится зайвут, тот выключает парочку игроков. Всё же Кёрджин поддержал, Мэжеска отвечает. Ну и в этот момент 2 в 3 ретейк. Ну, до ретейка дело не дойдёт, даже до занятия сайта толком-то и не добрались остры. Бубски выключает Месуту, это надёжный фраг. Ну и Мэжеск, который сейчас идёт через вентиляцию, сканирует всю карту, замечен был противник Беретты или же всё же Глок-18. Нет, Мэжеск погибает. Бубски, дабыл необходимую информацию, открывается под сайт. Бомба лежит неудобно, но тот всё ещё пытается. Времени хватает на то, чтобы распетлять хотя бы одного игрока. Ну и вот тут Виталий все достаточно опытные для того, чтобы сыграть вместе. И на данный момент это всё же один и перестрелку. Но это только теория. На практике же Апекс открывается под аутсайд, там встречает противника, пристреливается, увольняет Бубски. Первая жертва пала. Дальше из-под мэйна работает за его. Будет ли ему поддержка в виде флешки? Да, там Капитаныч накидывает слеповую, открывается первый игрок из-под мэйна. Тут Месута зажал Ксипникса. И по итогу в меньшинстве Астралиц остаются без ничего. Без позиций, без девайсов, без возможности для победы. Ой-ой-ой, как агрессивно играет Апекс. Может позволить себе, я думаю, это в этой игре. И довольно-таки легко для него такое организовывается, для следующих раундов. Казалось бы, ничем не примечательным, но всё же открывается под вторую волну. Зашивает Йорджина под плентом. Отвечает Шокс, но этого было маловато. Апекса расстреляли под смоками из-за его последней, который против четверых. Ну, попробуем всё ещё разыграть данный EMP. Две флешки у него в наличии. Ну, учитывая то, что Закут на следующем буде, будет... мог бы рискнуть. Надо падать на сайт, а вдруг получится. Был замечен Бубски, тот красный и отлетает. Ещё одна флешка под плент, но в таких перекрёстных позициях Астралиц выигрывает первый раунд. Драмп или, возможно, фейканут выход под рампой и дальше как-то будут уже играть. Так, под В. Мисута дал 1 килл. Есть также толкующий под рампой. Это Зайбу. Зайбу также погибает. 4 в 3. Б плент занят и очень тяжёлая ситуация для Виталити. Скорее всего, французы просто засейвятся. Ну да, даже Апекс погибает, не находит фраг. Но в такой ситуации 100% нужно сейвиться. Кёджин с теглом. Не покидает идея задушить. Забирает одного из опорников второго, а пока не читает. Это может быть ключевой игрок. Следующий перестрелка. Тем более у Апекса был Диггл. Тот реализовывает его по дюпри. Попадание по Бубски, но, к сожалению, это не тот Диггл, который убивает с двух. Зайбу перестреливает Лаки. У него калаш, сайленсер шок. Ну, не знаю, друзья. Шок контент может по итогу то получится. Всё же Астралиц всё ещё не поставили пачку. Зайбу выгуливает из-под аквариума. Зипникс отлетает. И Бубски последний. Да что же вы делаете, Астралиц! Погибают! Это был всего лишь экономический у Виталити. С одним. Первый прошёл, но вот второй. Второй погиб. Так, Мэджис погибает. Ну, какой-то развал кабин просто на улице, развал кабин везде. Последний дюпри. И дюпри без головы уже... Ну, сколько ты ему секунд дашь? Я ему дам секунд. Тут сказывается фактор того, что у нас произошли недавнем времени изменения в данной команде. Вот прям без капитана, скажем так, главного. Это ресурсами можно вообще, не знаю. Язык не поворачивается. Глок восемнадцатый. У всех игроков и отсутствие гранат. Ну, окей. Тебя постараются затыкать. Хотя бы одного. Месута разменять пока не удаётся. Триплкилл. За его подключаются ещё два минуса. И пять-два. Виталити впереди. Боже. Ничего серьёзного на карте. Астралиц продавили. Сквики. Но, в целом, это ничего не даётся. Хотя пупский, который мутится из-под бутки, делает один фраг. Шексани сразу увидели, что сделал даблкилл. Под сайт удалось зайти. Под апекса ещё на спрей подставляется. Ну, в целом, это не катастрофически. Вот то, что минусута выходит в спину, может быть, потенциально опасно. Лаки на размене. Убивают за его. Открывается апекс капитан на клатче. И всё же, лаки или апекс. Кто кого, молодость или старость. Ну, и всё же тут сайленсор игром, который ничего не значит. Легко. Да, это статистика. Да, её нету. Она плохая. В целом, может быть, на мажоре он себя правит с лучшей стороны. Но, с другой-то стороны, уже слухи прошли про то, что конфиг с 2022 года будет присутствовать. И там авик точно найдётся. Лаки выключает мисуту. Вот только мы о нём заговорили. Сразу же фраг хороший под бэсайтом. Два-три ситуации. Виталити в меньшинстве. И нужна реакция. Куда же уйдут Виталити? Есть молик, есть дефлешки. А вот у атаки беда с гранатами. Но зато есть позиции. Так, спалился, по-моему, игрок за часами. Да, убивает его за Иву. Есть инфа по длинному, по аквариуму. Но бомба, бомба стоит не на длинных. Беда, просто беда у Астралис. Ну не понятно. Ты имеешь право. Ну и имеет право Астралис на раунде. Всё же потеряли одного игрока. Выход идёт активный под асайд. Открывается на Шекса. Тот был в блайнде, видимо. Кьюоджин не смог помочь. И за Иву всё ещё надежно. Но потом была информация. Апис подключается к перестрелку. Забивает Дюпри. И последний Лаки играет один в два за Иву и мисуты. Ну, блин, сложная ситуация. Всё же попытается. Граната у Лаки не остаётся. Тот выходит из-под сквейки. Выход дальше на бут. Ну, а там уже мисуты, которые контрит. И в итоговом результате место под солнцем. А почему бы и нет? Несколько раундов могли бы спасти положение. Но, друзья, с таким разрывом от Виталити вдруг, если вы поставили на Астралис, вы обязаны настраховаться прямо сейчас. А то атака прям не клеится. Ну, понятно, что атака на нюхе. Окей. Тут можно списать ещё на это. Но, с другой стороны, уйдя, Астралис думает. Ну, я думаю, от зоника такое вообще не залетает. Нет, от него если залетает, то раз и навсегда. Ну, это же не тренера Газмяса Омского. Это не Лид. Ну, и на них пока так особо многое не было. Астралис за счету играет под А или под улицей. Вот на мисут пока не удавалось ходить. Ну, и тот счёт приятный. 8-7. Как бы свои фраги делает. Какие-то подразмены уходит на Б и защищает эту точку. Заеву не спалился. Видимо, от старта раунда выйдет в спину. Либо имеет такую возможность. Открывается на Дюпри. Тот погибается скаутом. И Бубски также погиб. Окей. Мэджиск всё же забирает одного. Забирает капитана французов. Но взамен Мэджиск получает спину. И Лаки, который остаётся, его быстро сносит Шокс. Не подставляются игроки Виталити. Ну, у тех, знаешь, может быть хоть и игра на кураже, но аккуратней. В определённых эпизодах. Заеву поджимает радио на пару с Мисутой. Летят дальше. Шокс успел уволить Бубски. Ну и Лаки, может быть, попробует... У тех единственный вариант это разыграть какой-то размен. Но даже если будет размен. Куда дальше? Почему бы не нырнуть в вентиляцию, пока не доходит Дупри до места предназначения. Лаки выходит в ходу. Размен и мажет Лаки. Какая досадная ошибка. Там уже у Зайву бабки в потолок 16 тысяч. Друзья, давненько мы не видели такого на экране. Но и вправду такой пул раунд от Виталити невозможно закончить. Дупри перестреливает Мисут. Отключается Зайву. Тому не везёт. Несколько по стрельбе откидывается зажигательный. Мэджиск закрывает Шокса. Погибает Апекс. Атак-то это шанс 2 в 4. И Астралис могут брать. Вполне. Да ещё и отжали 3 девайса. 2 на базу. Плюс Сайленсер на руках. Мэджиск зашивает Кьоржина. Тут же падает Зайву. И тот погибает. Экономический раунд. Грех просто не дать фраг. Зайву закрывает. Минус 1, минус 2. И минус 3 для Зайву. Как-то легко просто. Ну да. Это же у нас звёздочка французской сцены. У которой 23 убийства за первую половину карты. Нюк. Потрясающий результат. И Лаки последний, который погибает от рук Кьоржина. Ну, я даже не знаю. Виталити падает на вент. Ну и выход под Б состоялся. Тоже смещение для Астралис. Есть на Сайло один игрок, который будет косить спину. Мисута выключает. Витникса погибает. Нет, Сужилаки выжил. Но 7 хп это явно не то, чего хватит для борьбы. Апикс выход на двойные. Там встречает Мэджис. И 4-4 всё ещё можно воевать. Зайвут тут же мутится через раздевалку. Выход на вентиляцию. Что ж такое интересное, Виталити это организовали. Они бомбу заносят буда. А бомбу нет, подожди. А бомбу-то занесли под аплойду. Я думал, бомба уже стоит секунд как 20. Я так думал. Но разве Астралис как детей? Спешок сей, пожалуйста, убей. Есть килл, хорошо. Ты выпресил буквально этот фраг. Но всё же разменялись. И вполне выгодно смотрится этот тритейк для Астралис. У тех всё ещё есть дефуза. Бубски накидывает ванвэй. И так вырывки по 9-ти. Погибает Лаким. Мэджис на ответе. Зашири ещё Мисуту. Его последний в клатче. Расстреливает Мэджиска. Летит вперёд. Бубски дефузит на морозе. Разворачивается перестрелкой. За его выигрывает. Мэтчур. В принципе, для Зайву это дефолтная игра. Опа. Да, Бубски. Я думал, от него будет хайлайтик. Но не повезло. Есть хайлайтик от Дюпри. Два килла. Он сделал уже. Шокси заходит с двери. Вместе с Апексом на пару они играют. Два старичка. Ой-ой-ой. Расстреливает Апекс с ходсайтом. И Лаки последний. Он ещё и спалился. Он спалился. Игру брать под свой контроль. Но, к сожалению, дальнейшие перестрелки на сайте не задаются. Ну и Лаки в плаче открывается из-под девяти. По нему уже есть необходимая информация. Ещё и скоб. Но Лаки погиб. Решают, что это Виталити на втором месте. И для них тоже вообще... Виталити легенда. Челленджер Астралис. Правильно? Да, правильно. Ну и всё, что мы имеем, то и имеем. Война за три штуки бакс. В Европе, учитывая, насколько там сильная борьба, там просто драма, пот, слёзы. Всё, что есть в этой игре. Играет определённо молодой датчанин. И ему удаётся перехватить Мисуту. Итак, четыре в три. Уже два в четыре. Ой-ой-ой. Один четыре. Дюпри ждал. Дюпри ждал за его, но не ждал Шакса. А бомбы-то нет? Да, бомбы нет. Бомба в винтах. И, скорее всего, её будут контрить. Да. В винте есть пупский зипникс у двери. Четвёртого? Сейчас, наверное, больше даже. Да, около одиннадцати было, думаю, в один момент. Итак, в поджиме у нас один. А как играет качественно? Минус один, минус два. Апекс Шокс на размене. Там принимает лаки с АВП. И тот всё же не стал стреляться. Возвращается по девять. Ну, вот неприятная позиция у Кёджина. Он с деглом, правда. Есть нюанс такой. Но всё равно. Но это, походу, ГГ. Ой-ой-ой-ой. Подожди, у Кёджина пистолет всё ещё пытается бубски. И тот закрывает последнего террориста. Друзья, будет продолжение Пуняку благодаря бубски и его клайчу. Ну, знаешь... Соло захотел найти фраг. Зипникс спалил уже рамку. Зипникс будет стреляться. Ой-ой-ой. И стрелять же двоих. Всё, не получается. Лаки. Надо делать ответ в срочном порядке. Три в пять. Это абсолютно не то, что мы хотим увидеть в этом матче. Неужели Виталити выиграет такой раунд? Но всё же за его попадает по Дюпри. Плотненько так пристрелялся. Апекс добывает информацию. Но Апекс пока не обнаружен. Поэтому остается в пленте. Дожидается выхода из-под девяти. Дюпри переводится на оппонента. И Апекса всё же не смог убрать. Боже! Два в пять. Всё. Бубски подключается. Может стать спасителем. Клач для молодых. Бубски перестреливает Месуту. Играет дальше с Сансором. Забивает Апекса. Погибает Шокс. И Виталити остается с одним Кьорджином. Молодые. Молодые идут в бой. Кьорджин получает флешку в лицо. Решил перетянуться в лаги поближе к тиммейту. Учитывая количество холлспоинтов и Бубски. Это браво. Замечательно. По информации возвращается большая часть коллектива Виталити на сайт. Там выход Дюпри. Всё же не попадает. Дюпри сваливается на Кьорджина. Зайвут также. Делают фраг. И два в пять. Нет, подожди. Ещё можно переиграть. Да, тогда выиграли Астралис против пистолетов. Но всё же министр клатча остаётся. И почему бы и нет. Пытается Шаксаб. Всё же смог частично обезвредить. Тут добивание активное. Но Апекс отвечает в тыл. И 16-6. 16-6. Какая боль. Какая драма. Трагедия бы даже сказал Дедачан. И знаешь что? Может быть лезет под перестрелки. Ну и вот пока на пуле не подставляется. Закрываются Остры за сайтом. Бубски включается из-под цемента. Есть информация. Хотелось бы выкурить. Лаки вырубил Шаксаб. Потеряли Лаки. Минус Бубски погибает. Кзипникс. Минус Дюпри. И Мэджиск последний. Но у того шансов, ну скажем так, маловато. Но всё же они где-то визорные были. Но шансов вообще нет, я бы сказал. Но тут тоже забили. Выигрывается третий раунд. И потенциально это может быть даже победа. Только с ХЕ-шки убирают Бубски. И уже неприятности. За сайтом находится три защитника. Лаки на рукаве Мэджиск. Выключает Мисут. Неплохой старт. Ну и вот Виталити могут ещё развернуться. Для того, чтобы уйти под Б. Заход на А уже состоялся бы давненько. Сразу два игрока будут встречать. Но скорее всего это не получится. Да, погибает первый. Мэджиск дал ответочку. Накалилили Зипникса. Ну вот уже три игрока под точкой Б. Атака может получиться. У Шакса заканчиваются патроны в Галиле. Зайву теперь разыгрывает. Тот увольняет Зипникса. И Лаки, который за трансформатором, пока что не считался. Но уже спалился. В принципе Лаки не прочь и самому открыться. В принципе до конца надо было играть. В теории всё могло получиться в Астралис. После артами фишка держать Зайву голодным. Для того, чтобы он был злым. Возможно. Возможно. Но Зайву просто не прощает. Так, Лаки. Есть первый килл для него. Зипникс также даёт фраг. Зайву по итогу наелся. Уже действительно меньшинство за Виталити. Это ещё погибает Мисута. Лаки. Отличный выстрел. Команда Виталити вдвоём попробует выйти под Б. Но там Мэджиск. И позиция хорошая. Дачайнин выходит напротив. Перестрелка Шаксон. Победа. Кьёжин последний ХЕ направляет под дефолт. Ну и вот взрывается уже Мэджиск. А второго уже не ждал. Итоговый результат это 1-3. Первые. И Астралис камбэкнули слегка. Вот за счёт 2-2. Здесь правда 2-2 уже не может быть. Шокси. Дал фраг. Но. Дюпри. Дюпри. Да. Включается паренёк. Хотя смотри. Бэплэн занят. И ситуация теперь равная. Давай. 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 Боже мой. Виталити отвечает. И частично это делает с пистолетами. Апекс возвращается с пачкой под плен. У Астралис те ими пользуются. Потушили по моему частично молотов. Виталити принимают. Апекс минус и лаки убегает. Хотя нет. Пытается что-либо сообразить. Он упал. Посмотри какой буст придумали. Прикольный буст. Интересно можно ли зачекать этим бустом дефолт. Но я думаю поняли. Да. Поняли что дефолта нет. Ну как. Как легко принимают сейчас Астралис этот выход. Остаётся 7 секунд. Бомба вряд ли вообще установится. Шокси. Но нет. Нет. Не получится. Не хватает секунд на то чтобы активировать пачку. Там уже дюпри выехал. Тот на получал по. Нормально. Нормально. 5-2. Уже. Потихоньку размачивает счёт ребята. Лаки. Никого не находит. Так. Но зато нашёл Буцки. Лаки так же и фраг. Да. И зипникс. А Буцки. Как он сжёг просто за его. У Буцки. Что это вообще. За его интересно. Астрахубов был. Он просто. На руках. Тот в ближней позиции. Не сможет Кьёжин его поддержать. Но Кьёжин зато забрасывает дым под трансформатор. Майджис первый на приёме. Тут увольняет Шаксак. Кстати. Не точный дым от Кьёжина. Но Кьёжина тут уже в принципе не дым. Интересно. Хотел тебя спросить. Сколько бы ты наверное там вот по аналитике выделил раунду от Астрадис на рамку. Где они реально забирали от на рамку. Вот это по моему. Сколько они выигрывали рамку. Только второй за 9 раунд. Да. Второй раунд. Прошлое они нормально так приняли. И вот этот. И всё. Ну в принципе. Ребята просто подстраиваются. Как играют в Vitality. И начинают уже очень трудно выиграть. Здесь просто легче на сейф уйти. И всё. Подожди. Но вдруг Бубски перестреляет Шокса. Так оно и будет. Нет. Шокс отвечает по Бубски. Вовремя развернулся. Кзипникс играет на пятёрке. Ну и тот совершил одно убийство. Ожидает Мэджиска. Кьёжин всё же ставит аккуратно. И ну немного остаётся ресурсов в Астралии. Сгранаты в принципе нету. Забивает Кзипникса. Мэджиск подошёл. Но играть до конца может быть не намерен. Итак. Зачанин. За приглашение я подумаю. Ты не имеешь права отказаться. Нет. Там отличное трио будет в аналитике. Ты, Шокер и Ламыч. Шокер ведь? Пули свистят, что честно говоря да страшно играть Астралис. И определённо Дюпри вынужден сохранить АВП. Но сохранить это сильно сказано. Ведь Шокс пошёл на вычисление. Лёгкий фраг. Мэджиск уже под спауном. Все были замечены. Дюпри. И попадание состоялось. Но, увы, одного выстрела мало. Йонжин прорывается под Б. Минус к Зипникс. Подгибает Лаки. Лаки ещё с того света дал себе напомнить. Мэджиск поддержал убийством. И два в три ситуация. Ой-ой-ой. Было близко. Ну уверенно шёл Мэджиск. Как-то он доигрался, заигрался. И погиб. Но таки Виталити претендует на быструю победу? Или чуть побольше ты видишь от Астралис игры? Я не думаю. Мне кажется, что Астралисы навяжут всё-таки борьбу. Очень трендовые сейчас. Всё, что хотите, забирайте. Шокси уже за Электриком. Мэджиск погибает. Ну вот не ожидал. Не ожидал просто в такой близкой позиции Ришара. И Ришар, я думаю, выигрывает тем самым для себя этот раунд. И для своей команды. Так. И Шокси теперь не ожидал, что к Зипникс пойдёт настолько агрессивно. Ну постой. Там ещё и молотый. Вроде как может получать для Астралис. Играет в агрессию. К Йоджин погибает. К Зипникс снова-таки выручает. Апекс бомба стоит выгодно. Тот закрывает первый тайминг. Бубский пробирается под плент. Депузит на борозе. Апекс его закрывает. Отвечает Зайву по к Зипниксу. Лаки один на один. Снайперской дуэли. Кто кого. Лаки байтят на бомбу. Нет, он не байтит. Но реально Депузит. Зайву может прогадать один патрон. И всё же Зайву выигрывает. Девятый раунд для Виталити. Спасибо. Либо у нас на сайте. Либо у нас на сайте, да. Всё намного проще. Деприм. Закрывает Шокса. Ха! Ну, помните, как Зайву сгорел? Ну вот. Тюбе тоже сгорел на работе. Да нет, это даже не близко, мне кажется. Не сильно сравнимо. Окей, использует. Но информация теперь по нему актуальная поступила. Зайву был в шаге от смерти, но всё же... Я сбежал. Ладно, он подберёт сейчас все свои гранаты. 17, 17, 18, 19, 20 должно быть. По идее. И у нас бэкап небольшой. Ну да, интересно, с чем связан? Мне кажется, в спине после этого от Виталити ничего не останется. Так вот, Дюпри уже выходит на боевую позицию. Георджин не в состоянии стреляться. Погибает молодой Шокс последний. Флэшка выход в дым прорывает. Окей, прошёл первый игрока. Он всё же разворачивается по наитию. Забирает Лаки. Шокс продолжает подсайд. Но там Зипникс, который вышел из-под плента. И всё же... Возвращаемся в игру. И пистолетка уже есть. Шокси даёт первый фраг на... На Дюпри. Погибает Лаки. Минус по к Зипниксу. И уже 2 в 4. Окей, Месута не выстоял на ногах. Пытается Астрали задушить в сайт. Но там Бубски. И... Всё. Бубски, по-моему, создал выгодное положение. Но тут же его теряют. Мэджиск последний. И тот между двух огней разворачивается сначала по Апексу. Тот продолжает отвлекать. Апекс делает чудовищную ошибку. Перестрелка. И Кьорджин закрывает. Бам! Голову! Сейчас он выглядит так же, скажем, солидно. Очень солидно, да. Так же выглядит и Виталити солидно. Чё, они играют против пистолетов. В ГГ-18 ничего серьезного Астралис не смогли противопоставить. Принимает Месута. Месута позиция отличная. И тот СМП-9 еще горит желанием пофармить. Мэджиска лезет на рожон. Бубский открылся, потерял сознание. Минус от Мэджиска. Там голову за Иву. Но, видимо, за Иву был у нас красный. Да, у него было их подействие. Но повезло Мэджиску. Спотрайсером вылавливает к зипниксу. И вдуматься только, Астралис, атаки не выйдя на рампу, потеряли уже двух. Апекс погибает. Шокс фраг. Шокс попал в голову еще. Бубский еле живой. Месута выходит на перестрелку. Забирает одного. Лаки в клатче. Насколько ты везучий, Лаки лезет до Chinese Plant. Спалился Кьоджин своим топотом. Не, насколько я понял, он не спалился. Он просто очень далеко был. Но, я не знаю, он не должен был прочекать здесь Лаки. Просто Лаки как-то сорвался, знаешь, в один момент с места. Пошел ставить пачку, будто знал о двух. Но это не имеет значения. Теперь он заметил одного и второго. А на линии не перестреливает пару хп. Остается Виталити. 23 и 6. Так, Месута передает пламенный привет Астралис. И делает это красиво. Смотри, минус один, минус два. Ищет третьего. Лаки палится. Ну, там уже тиммейта заработает. В принципе, Месута делает все верно. Разворачивается, забивает буски, погибает Лаки. Идю при последний. Вот вам крайний игрок, который отлетает. На какой-нибудь ретейк. На какое-нибудь занимание. Аж четвертую гранату. Для А-плееров. А так. Ножку увидел Кьёджин. Забирает первое. Перестреливает второе. Для Кьёджина это легчайшее. Подключается Шокс. И это минус три. Ну, а теперь вот ответственность на кзипнисе. Окей, есть еще буски под боком в случае чего. В змейке забивает террориста. Бубски подходит. А там уже Шокс. Ну, и вот очная ставка. И в лобовой проигрывает ее буски. 15. Далее возможность Апексу второй молотов забросить. Ну, и вот пока прилетает зажигательная. Месута на вишвайне. Попробуют себя защитники Апекс Мексута. Еще по фрагу. Сыпется Астралис. Проблемы у них огромные. Бубски открывает. Тут уже тиммейта подошли из-под хелпы. Да и гранат еще огромное количество. Даже не обратили внимание на Месуту. Этот француз знает, что делать. Приедает пачку. И Лаки падает замертво. Ну, и смотрите на реакции игроков в последнем раунде. Да, Виталийцы взрываются. Радуется Апекс. Я думаю, что эти возгласы слышат. И в другой комнате. с этой стороны. Продолжение следует. Продолжение следует. Учет.